Армия Исход В обратном направлении идут российские миротворцы, задача которых обеспечить безопасность тех районов Рцаха, которые у армян таки остались. Доброе время суток, комрады! Меня зовут Аким Апачев, мы на канале ANA News, с вами Боевая Сводка. Российские миротворцы продолжают развертывать наблюдательные посты в Нагорном Карабахе. На 14 ноября в районе проведения миротворческой операции вдоль линии соприкосновения сторон были развернуты 12 наблюдательных постов российского миротворческого контингента. В зоне ответственности Юг выставлено 9 наблюдательных постов. Подразделениями 15-й миротворческой бригады за прошедшие сутки выставлены еще 5 наблюдательных постов в этой зоне ответственности. В зоне ответственности Север после совершения марша из района созреточения Мардагерт подразделения 15-й миротворческой бригады к исходу 13 ноября выставили 3 наблюдательных поста. Сегодня планируется завершить выставление еще пяти постов в данной зоне. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения. В соответствии с достигнутыми договоренностями при содействии российских миротворцев в районе населенного пункта Шуша начался процесс обмена телами погибшими. Продолжается оперативное развертывание основных сил российского миротворческого контингента. В районах развертывания наблюдательных постов инженерными подразделениями проводится инженерная разведка и оборудование позиций. С сегодняшнего дня подразделения российской военной полиции приступают к патрулированию в зонах ответственности север и юг. Также отдельно отметим заявление командующего группировкой миротворцев России в Нагорном Карабахе генерал-лейтенанта Рустама Мурадова. Напомним, что ранее в информационном поле циркулировали слухи о его азербайджанском происхождении, что якобы могло повлиять на его предвзятость в отношении армянской стороны. Я хочу сказать просто. Я гражданин Российской Федерации, военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации, являюсь генералом, являюсь офицером. И для меня законы Российской Федерации, в частности все указы и приказы Верховного Главнокомандующего вооруженными силами Российской Федерации, министр оборон и моих начальников является приказом к исполнению. Для меня, как для офицера, нет национальности. Я выполняю свои задачи по предназначению. Что касается моей национальности, если это так всем интересно, я родился в республике Дагестан, являюсь по национальности табасаранцем. Никакого отношения к соседнему государству по национальности я не имею. Съемочная группа «Ананьюз» все еще находится в Нагорном Карабахе. О ситуации в регионе расскажет наш военный корреспондент Александр Харченко. Здравствуйте, уважаемые зрители. Съемочная группа «Ананьюз» заканчивает свою работу в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. И сейчас я бы хотел рассказать о размещении российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Все знают, что по соглашению между Арменией, Азербайджаном и Россией, именно наши миротворцы будут гарантировать выполнение этого самого соглашения. Несколько районов должны быть в разное время с небольшим лагом по времени переданы под контроль Азербайджана. И вот за тем, как раз, чтобы это происходило бескровно, бесконфликтно, должны наблюдать вот за этим как раз российские миротворцы. Самой такой сейчас горячей точкой на карте является монастырь Дадиванг. Потому что для армянской стороны это необычайно святое место, примерно как храм Христа Спасителя для российских православных. То же самое примерно означает вот и этот храм Дадиванг. Поскольку он находится в Тельбаджарском районе, который должен в скором времени, а именно по соглашению он должен был 15 числа быть передан под контроль Азербайджана. То есть, соответственно, ходили слухи, что 15 числа, то есть сегодня туда должны войти чуть ли не азербайджанские военные. Понятное дело, что армянской стороне после того, как на храме в городе Шуши появились надписи, они не могли повторить подобную историю. Армяне хотели сделать все для того, чтобы как-то отстоять Дадиванг. Именно поэтому, по нашей информации, местные жители из числа жителей Дадиванга организовали очень небольшой отряд так называемого сопротивления. Они запаслись оружием, расселись по горам вокруг храма Дадиванга и сказали, что даже несмотря на то, что если вся армия сейчас уйдет, то они не дадут Дадиванг в обиду и азербайджанская армия сможет войти в Дадиванг только через их трупы. Но, к счастью, эти меры оказались излишними, потому что вчера вечером возле Дадиванга разместился российский миротворческий пост. И это прекрасная иллюстрация того, для чего же, собственно, и нужны российские миротворцы там. Наши миротворцы нужны для того, чтобы бескровно выполнять достигнутые договоренности. Потому что, сами представляете, что было бы, если бы азербайджанцы вошли в Дадиванг. И сейчас, даже если они возьмут под контроль все окрестные районы, то, скорее всего, они не будут заходить в сам храм. И сам храм как работал, так и будет продолжать богослужение. То есть, Россия – это гарант стабильности и мира в регионе. Это я вам говорю не только по моим ощущениям, но также мне это неоднократно говорили местные жители, которые прямо указывали, что хорошо, что наконец-то российские военные возвращаются в Арцах или в Нагорный Карабах. Потому что их здесь ждали уже давно, и только благодаря нашим парням хоть какой-то мир становится возможным. То есть, есть надежда на то, что стороны как-то наконец-то договорятся между собой и прекратят вот это бесконечное кровопролитие, которое длится уже более 30 лет. Значит, похожую ситуацию с Дэди Вангом мы наблюдали под Степанакертом. Под Степанакертом мы в Шуши развернулись несколько миротворческих наших постов. И мы видели, что как только миротворцы вставали на свои позиции, то армянские военнослужащие, уже успокоившись, уже добровольцы стали возвращаться домой. То есть, они говорили, что поскольку россияне здесь, россияне рядом, то наша миссия в Нагорном Карабахе закончена, поэтому можно собирать вещи и ехать домой. То есть, вот видите, россияне приносят местному населению чувство какой-то уверенности в завтрашнем дне, что там в Степанакерте или в других населенных пунктах не начнутся этнические чистки, потому что вы сами должны прекрасно понимать, что после Баку или иных горячих точках на карте в Азербайджане, откуда были так или иначе выселены все армяне, они прекрасно понимают, что если азербайджанская администрация войдет в их населенный пункт, то, может быть, их, конечно, сразу не выгонят, я имею в виду армян, то есть, никто их, наверное, конечно же, не будет убивать, но через год, через два, через три начнутся какие-то притеснения, под надуманным предлогом у них отберут землю, дом не будут давать пасти скот, домашних животных и так далее, так далее, так далее. Ну, в общем, всячески какими-то мягкими методами их оттуда так или иначе выдавят, выселят. Вот об этом мне всегда рассказывали местные населения. Именно поэтому, когда ты едешь через Кельбаджарский район, который уже сегодня, по идее, должен быть передан под контроль Азербайджана, ты видишь большое количество сожженных домов. Эти дома жгли не военные, это сами местные жители этим занимались, они вот таким образом уничтожали свое имущество. Когда мы общались с владельцами этих домов, они так и говорили, все, что угодно, мы готовы пойти на все, только не на то, чтобы в наших домах жили азербайджанцы. Вот, собственно, к чему приводит многолетнее противостояние, до чего доводит взаимная ненависть. То есть, стороны так не доверяют друг другу. Поэтому российские миротворцы, еще раз повторю, приносят мир и стабильность в регион. И все надеются, что наши военнослужащие встали там не на пять лет, как, собственно, некоторые заверяют, а российские миротворцы там, можно сказать, навсегда. Потому что страшно даже представить, если они оттуда уйдут, что произойдет. Скорее всего, это будет очередной исход. А это все на сегодня. Оставайтесь с нами. Мир вашему дому. Аким Апачев, Александр Харченко, Андрей Камыжикин. Специально для Аноньюз. Апачев Мир Апачев Продолжение следует...